Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать такой момент, как перевод растрового изображения в векторное. Кто плохо знаком с программами и плохо вообще понимает процессы, считают, что это можно всегда сделать в любую сторону. Здесь нужно запоминать, что векторное изображение легко переводится в растровое, а растровое изображение векторное может вообще плохо переводиться или вообще не переводиться. В крайне редких случаях, когда у нас с вами есть четкий объект с четкими границами, можно применить автоматическую функцию трассировки, о которой я вам сейчас буду говорить. В большинстве же случаев это не работает. И вот чтобы вам это наглядно продемонстрировать, я скачала две картинки из интернета, просто из гугла. Это шишки, нарисованные изначально, видимо, они были векторные, но у меня это просто растровая картинка, вот она целиковая. И фотография шишки. Вот как мы можем эти объекты векторизировать. Вот эта часть, вот этот объект, он у меня сейчас хорошо перейдет в вектор, с ним никаких проблем не будет. Давайте я создам копию и вам покажу. Функция, которая переводит растровое изображение в вектор, называется трассировка. Окно. И здесь у нас есть с вами трассировка изображения. Соответственно, нужно дать компьютеру немножко время, он у вас сейчас посчитает. Если изображение большое, то у него это займет какое-то время. И покажет вам пример, как он это может трассировать. Вот, смотрите. Задаем тип трассировки. Сколько у нас будет цветов? Может быть цветной, может быть трехцветный, четырехцветный. Вот таким образом он мне его будет смотреть цвет. Трассировать три цвета. Давайте попробуем шесть цветов. Как правило, думаю, да. Ну вот, более-менее что-то похожее получается. Теперь объект, трассировка изображения, разобрать. И правой кнопочкой мыши щелкаем разгруппировать, потому что когда делается трассировка, она делается в группу. Понятное дело, что можно было их еще пощелкать, но что я вам хочу показать, что даже достаточно четкие изображения, они переводятся вот таким форматом. То есть оно сейчас у меня векторное, но вот можно почистить какие-то тени, можно поправить объекты. Тоже вот это вот все не очень красиво встало. Это надо оттуда вычищать, то, что оно считало тенью. Можно вообще сделать фото трассировку. Сейчас покажу пример, как это будет смотреться. Опять же, вот она наша трассировка. Давайте посмотрим предпосмотр. Это черно-белый вариант, а я, например, попрошу, как фотографию высокой точности мне перевести. То есть цветную фотографию она мне сейчас ее пересчитает. Проблема обычно в том, что она все оттенки чуть ли не точками обозначает. Вот смотрите, очень похожие. Так получается, объект, трассировка, разобрать. Горячей клавиши на эту функцию нет. И вот здесь, когда мы сейчас с вами разгруппируем, там черт знает, что с элементами. Видите, она весь фон разобрала на оттенки, и это все туда перешло. Соответственно, это нужно понимать, на это нужно обращать внимание. Трассировку нужно аккуратно, четко настраивать, для того, чтобы вы получили объект, с которым в дальнейшем можно работать. Если у нас с вами это не графическое изображение, на котором видны четкие плоскости, как в данном случае, и еще каким-то образом его можно вытащить, оно более-менее получается. Хотя, смотрите, вот шишка для сравнения, чтобы было понятно, она все равно перевелась не идеально. Потому что здесь уже пикселы полезли, а здесь, когда она это все переводила в вектор, вот эти линии не перевелись. Это то, о чем я всегда говорю, то, что трассировка есть, она может помочь перевести, но результат не всегда такой, какой бы вы хотели. И не всегда получается с тонкими настройками трассировки добиться идеала. И плюс потом с этим объектом не очень здорово работать, потому что, если бы я это рисовала, например, сама пером, то я бы сделала одни объекты, а здесь другие. Все-таки вектор любит, когда его рисуют. Это и есть такой момент. Давайте посмотрим, что нам может предложить вариант из фотографии. Вот у меня есть фотография шишки, плюс этой шишки, что она почищена от фона. Ну, то есть, ничего там у меня не мешает. Мне она может помочь, если я, например, захочу сделать просто вот ее черно-белый. Видите, достаточно большой объект, и программа мне предупредила, что аккуратно. Вот там черно-белый вариант. В принципе, может быть использован. Если я сейчас его создам все-таки вектором. Вот, смотрите, разгруппировываем. Вот у меня объекты. Ну, достаточно, в принципе, интересный вариант. Если отсюда вытащить все черненькое, то вот у меня вот белые векторные объекты вполне себе могут быть. Такой вариант возможен. Мы можем с вами использовать оттенки серого. Ждем. Программе сложно, она пытается распознать. Она пытается это сделать. И, соответственно, вот какое-то время на это у нас уходит. Сейчас она все посчитает и покажет нам, как это будет смотреться. Может, с этим достаточно фотореалистично сейчас получится. Вот. Видите, достаточно фотореалистично. После того, как мы выполним непосредственную трассировку, то, наверное, самое основное, что вы сможете сделать в данном случае, это убрать фон. Дальше работать с этим изображением практически невозможно. Посмотрите, из каких оно элементов состоит. Что вам там программа наделала. То есть, оно как бы векторное, но оно как бы криво-векторное. И что с ним делать, непонятно. Можно попробовать сделать, например, трехцветную или двухцветную трассировку. Таким способом упростить наше с вами изображение. Программа его автоматически упростит и предложит нам вариант того, как оно может смотреться. То есть, по сути, это фотография, которую программа пересчитала в векторе. Теперь она еще тяжелючая, потому что там много-много объектов. Да и особо... Ну, перекрасить это можно, но это прям вот очень долго. Тоже фотография, вот она у меня хорошая, качественная, тяжело. Вот в два цвета она мне перекрасила. Можно вообще вот черно-белый попросить вариант. Можно поиграться из-за гелия. Это то, насколько она гибкие вот эти границы делает. Вот смотрите, насколько много детализации включается туда. То есть, может быть и вот такой вариант. Но все равно вот прям такой мы можем получить. Ну, вот я вам показала, что в принципе оно как бы вектором стало, но как векторный объект оно себя особо не ведет. В связи с тем, что оно неправильно составленное. Поэтому использовать этот инструмент можно. Иногда он действительно спасает. Иногда можно сделать какие-то интересные эффекты. И сделать как будто бы они там рисованы и так далее. Хотя чаще в фотошопе теми же фильтрами можно добиться эффекта рисунка карандашом. И другими моментами даже более качественно. Векторная и растровая графика, они разные, но они взаимодополняющие. Не надо исключать одно из другого. То есть, даже вы можете создавать какие-то растровые заливки в векторе. И это все делать. Бывают какие-то векторные маски, которые вы делаете в растре. Они то есть входят периодически в друг друга. Но не все можно то, что растровое, автоматически перевести в вектор. И вам это придется рисовать. Функция она не универсальная, имеет много минусов, но иногда очень помогает для использования. Если мы говорим про эскизы, как я часто рассказываю, эскизы практически не поддаются хорошей качественной трассировке. За исключением, если это только четкие контурные эскизы и вам нужен только контур собрать, тогда да, хорошо. Если это какие-то элементы, как правило оно получается криво и лучше, чем нарисовать кривыми сложно. Попробуйте этот инструмент. Это вот ответ на то, как мне перевести изображение из фотографии в вектор, из растрового вектор. Что с этим делать? Вот варианты. Возьмите любую совершенно картинку, попробуйте поиграться, попробуйте поиграться с более четкими картинками, попробуйте с фотореалистичными поиграться. Посмотреть, что оно делает. Да, можно получить фотореалистичный вариант, но как с векторным объектом, потом особо с этим вы ничего сделать не сможете, потому что он состоит не из совсем правильных векторных элементов, чтобы с ним работать по векторному типу. На этом все. Если у вас появились вопросы, пишите мне их обязательно в комментариях, я с радостью отвечу. Ставьте лайк, если понравилось видео. Ну и подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы видеть новые видео. До скорых встреч. Пока-пока.